Вот там у нас Орловка, вот газелька мы проехали с Леней, километров пять, едем вот в сторону, получается, Сидельниково. Сидельниково где-то там, да, Леня, у нас? Да, 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 вот. Вот Леня, местный житель. Хотим разведать эту дорогу и как бы планируют, чтобы ее сделать, потому что нам же надо торговать. На Сидельниково можно возить, на Ельнисто, там еще и Рогозино деревня, да, Леня? Да, Леня. Потом эти, Тара, там, город Тара, Муромцево прямая дорога будет, и на севере здесь можно дорогу сделать, в принципе, да, на Зимник. Вот сейчас, вот доехали до Первого Лужа, так, дорога здесь сухая, все, но она низкая. Трасса не поднята, просто вот она, полевая дорога. Вот доехали до сюда, вот решили показать фронт работы. Так, нам, если получается, какая деревня, Леня, будет следующая? Ельничная. Ельничная, сколько? Двенадцать километров. Двенадцать километров от этой точки, где мы сейчас находимся. Двенадцать. Ну, тут уже нашло, по слову, уже низкое место. То есть, здесь надо гридерами, получается, поднимать, щебеночкой засыпать. То есть, это, Леня, от Орловки до Ельничной сколько всего? Пятнадцать километров, да? Ага. Вот. Все, дальше, вот видите, уже не проедем мы. Вон. На днях на Белорусах, где даже буксовали, без передка, Беларусь не прошел. Он с грузом ехал? Лень. Пустой. В итоге приезжал с одним-другой Белорус, да? С полным приводом и выехал, да? То есть, вот проблема такая. Леня, дальше, там будет какая-то дорога более-менее? Нет, все, до самого Ельничного мрак такой. Вот такой мрак будет, да? До Росткова не будет. Только зимой здесь можно ездить, да? Угу. Ну, вот, видите, надо делать круглогодичного. Потому что можно потом и торговать, так же, морозовый число фермеры. Зерно туда возить летом. Он только возит зимой. А можно летом возить. Вот видите, здесь обойти, даже не обойдешь. А вот, получается, это на Рославе, да? Морозово? Это чей? Васехи, да? Вот Васеха еще фермеры есть. Муслодуды фермеры есть. Это что за культура, Лень? Нет, это что такое? Зеленая, или овес, или рожь. Я не разбираюсь в этих культуру. Фермерством не занимался никогда. Вот видите, люди ездят здесь. Вон, на УАЗик, видать, проезжали. На чем? На мотоцик каком-то. А вот, след. Вот техники. Вот такая техника. То есть, вот она, речка. Вот видите, как бы и поля есть. Есть чем торговать, и зерно есть. А вот, рядышком проехать, Омская область, вот, получается, всего лишь 40 километров, далее 15, и все. И можно торговать. И нам диваном возить, и фермерам возить зерно, и лес возить, и бани. Тем более, там, и на город Тару можно возить, там, город большой, и деревень, там, сколько. А где? Ну, давай, иди. Показывай. Давай. О, запах такой классный прям. Свежесть. Так что будем стараться делать дороги везде. Здесь надо на север делать, там, на Сидельниково, на Нового Сюгана, на Ибил. Потом там, где мештовки, там уже на Межовку делать надо добиваться. До Сергеевки мы добились, там, оформили дорогу, наконец-то. Так, ну, здесь вот так можно пройти, например. Видите, колеи. Колея полметра. Вот он, есть, самаратничный. Сейчас такая, да, ели. Ты давно был в Еличном? Ну, я давно был. Я тоже как-то был раз давно уже, лет 25 лет назад, наверное. Ну, тогда была сухая дорога еще, тогда, видать, делались. Колхозы были мало-мало. Да, все. Ага. Я здесь маленько пройду, еще покажу. О. Вот глубина колей. Места, конечно, обалденные. Только нам сделать с крыштовки с четырех сторон заезда и выезд. Вон, видите, колыба. Вообще. Тогда можно работать. Будет торговое, экономическое сотрудничество. Будет и кафешка развиваться, и магазины. Людям будут рабочие места. Молодежь будет придумать какой-то бизнес. Производство. То же самое. Дерево здесь, там много леса сколько. Вон, сколько леса. Занимайся, можешь делать и мебель, и кровать, и комоды, и тумбочки. Хоть что, лестницы, бани, сараи, курятники, дома, коттеджи, шале. Вон газелька здесь стоит наш. Так что, вот такие планы у Алексея Юрьевича. Помогайте мне все и власти, и простой народ, и жители Орловки, и жители Черновки, и Каштовки. Все-все, кто заинтересован, нормально жить и развиваться. И бросать район Каштовки. Наоборот, его поднимать потихоньку. Подлежать к камню, вода не будет. До гузеля уже все-таки мы добились, оформили дорогу. Вот, сезим учиться в грегер. Сейчас скоро опять летом грегер пойдет на днях. Как там уже эти лужи все повысохли почти. Сегодня же приезжал один парень в гузельский. На жигулях. Проверил, проехал. Не очень хорошо, но проехал. А до этого, вот, в мае и виль, и вир не могли проехать. Потому что нынче же год такой сырой. Так что, такие дела. Вот. Леня тоже работает. Леня, у тебя сколько детей? Пятеро детей у Лени, вот. Женой живут. Сколько лет уже? Леня, сколько у вас уже юбилей? Двенадцать? О, скоро будет пятнадцать. Леня работает, водку не пьет. Редко только один день. Молодец. Вот, ростят пять детей. У них и дом сейчас свежий не купили. И баня путевая. Кабачки мне осенью дадут. С картошкой. Вот. Такие дела. О, какая лива. Красота. Зато натуральная вода. Никакой химии, ничего нет. Вот такой. Как не елочка. Вон, красивый. Гляньте. Похоже на елочки. Ну вот, все, мы выехали отсюда. Сейчас едем в сторону Орловки. Вот. Летний экспедитор у меня сегодня. Вот так, где дорога сухая, все нормально. Едешь. Классно. Вот такие лужи сбоку. Вот там дорога идет слева на зимнюю. Получается. Усюган, Сургут, там Нижневартовск. Очень много городов, там Мегион, Антемансийск, Парабель. Столько там можно торговать. Крестовскому району производить зерно, мясо, сало, картошку, дерево. Из дерева всякий материал и торговать туда. Вот видите, поля распаханы. Вот такая, получается, дорога, видите, трасса, она не поднятая. Вообще не поднятая. То есть, если здесь дождь, то все. То есть, если здесь щебенка посыпать тонким шпотом, здесь нормально будет. Если там эти вот речки позасыпать, поднять, тоже будет нормально. И все, и будет дорога прямая. Лёй, кто-нибудь поедет, тракториста, попроси, чтобы сняли от этой речки туда дальше, что творится, ладно? И мне вышли, что на отца прямо. Пускай там 2-3 видео, где вот самые плохие места, чтобы было визуальное понимание. Где делать, сколько делать? Алексей Юрьевич, там вот от этого места и до самого Ельича. Все, дальше просто идешь кореей. Ну-ну-ну. Ну, те, куда я помню, ездил, нормально там было, блин. Мы летом проезжали. Там дальше выезжаешь, уже асфальт пошел, да? Нет, асфальт, асфальт там. Деревня небольшая в асфальте, а дальше все. Ну-ну. А до Сидельникова сколько км получается? 60. 60 от Орловки, да? Орловки, 70. В принципе, херня, час езды по хорошей дороге, да? Как до Крештовки, короче. Ну. И зато Омск область уже и Тара, а там уже асфальт, да? От Сидельникова. Да. Ну, там асфальт. Вон уже Орловку мы видим. Вон Орловку. Вот поля. Наверное, поля отдыхают, что ли, здесь пока? Что-то не стали пахать. Хватает, что, суток, наверное, триппин. А, весна что такая еще тяжелая, ну? Безюк. Безюк. Так, вот она, кафешка, которая стоит на зимнике. Так, вот она, кафешка зимника. Сейчас, люди, маленько, развернем еще на минутку. Покажем летнюю дорогу на зимник. О, вот она какая. Вот кафешка, кто-то зимой кушал. Дальше мы не проедем сейчас. Так, развернемся и все. А сейчас, маленько, даже... Давай, маленько, пройдем, покажем. О, вот она, получается, придорожное кафе. И вот дорога классная, блин, прямая дорога. Мечта на Новосюган, на Иглы. Вот до Иглов сделать здесь всего 100 километров. И все, прямой выход там на бетонку. О, Алексей, инициатор дорог новых, да? Развитие промышленности и торговли Кышловского района. Ну, кто, если не мы, кто, если не я, он не поснимает, не покажет. О, гляньте, какой запах, какая красота, лес. О, гляньте, какой осенник. О, какие деревья красивые прям. Какие цветочки, гляньте, у нас в Кышловском районе. Мы тут живем, хайфуем, только нам дороги сделать. А район у нас по природе самый красивый в мире. Я много где был. И Таиланда, и всякие Индии, и Турции, и Кирургсы. О, вот нам нужна дорога здесь, ребят. Это же так спуты. О, спуты. О, видите, медведя живут много. Вон, гляньте, заказник. Новосибирская область, заказник, природно-охранная инспекция, Майзаский. Особо охраняемая природная территория, запрещено. Проезд недорог общего пользования, промышловая, спортивная, любительская охота и рыболовство. Хозяйственная деятельность ограничена. То есть только можно по специальным документам здесь на рыбалку ходить и на охоту. Вот, ну вот туда получается, вот зимник. Вот так 300 километров просто ехать, и будет там любимый Новый Васюган. А если еще 200, там уже будет Средний Васюган. Там и Сургут, и Нижневартов, красивейшие, богатейшие города. Там природа такая мощная, красивая, болот Васюганский. Вообще обалденно там просто. Ханты-Мансийский автономный ок. Там уже северный идет, уже полярный круг, уже там уже время 2 часа плюс. Разница. И зарплаты, и пенсии другие там уже. То есть вот так. Вон трактор какой-то есть. Работают фермеры, видать. Вот наша газелька. Вот Орловка. Красота. Сейчас развернемся. И на Орловку. Вот такая техника, которая здесь может съездить. 4WD. Очень вкусно. Вкусно здесь борщ, гуляш, блинчики в этом кафе. Так, сейчас сегодня еще видео пока не выключаю. Покажем еще там, как прогулку, маленько проедем. Лёнь, как вообще жизнь в Орловке? В Крестовке хуже, да? Мы не знаем, не жили, не знали. Ага. Вон там михтоп. У Славы рабочие, все нормально. У него же работает, как, сушится или не сушится? Сушится, да. На керосине или солярка, что там? Какую-то мазуду привозят. Он развернул, скорее всего, оптом увозит, наверное, подойдет сразу, да? Ну, как мы... Китайцам, поди. И местные берут там постоянно, там есть карманы. Ну, ну. Кроме Орловских приезжает еще кто-нибудь там с деревень, там или с Крестовки? Конечно, поди приезжают. Ну, ну. Посех, однако, шарится. Вон по полю. О, привет. О, я думаю, кого ты рвешься? Тут вроде... Только я знаю, не стесняешься ты, я фильм снимаю про Орловку. Про Орловку? Да. Тебе, кстати, спасибо большое, что ты первый же инициатор был в Щебенке, да, Орловке, правильно? Ну, да. Я бы это давно узнал. А ты перехватил на Сергеевку. Да. Учусь, у Вас еще всегда говорят, что... Учусь, учусь. Мы сделали бы это нам и делали, видели, что размесили. Я знаю, что я сейчас съездил. Сейчас съездил, поснимал дорогу в сторону Сидельника и в сторону Зимника. А я, говорит, Газель рвется, я думаю, какой-то не знающий. Пытаюсь, знаешь, проявить инициативу такую, чтобы сделали дорогу до Рогозина, до Зимника, до Яглов туда. Слушай, а до Яглов ты же знаешь, сколько плохой дороги? Говорили вообще там немного, в принципе, участка. Да, пытались при советской власти, но человек не перестанет. Ну, сейчас в России богатая стала уже. Какая рая богатая? Ну, развивается. Там нефти нет уже, все. Смотри, до Чунов у нас асфальт уже идеально сделали. Тоже не было дороги. Не было, не было. До Ловки тоже не было. Под лежачками же вода не бежит. Ну, там более-менее нормально. Тут же тоже было, и Калитали, и Царандаев летал, пытались, и сами губернаторы летали, но ничего не вышло. Ну, тогда был развал 90-х годов, сейчас-то все равно Россия поднимается. Сейчас до Москвы дорогу сделали, дальше. Я в 19-м году ездил, вот получается. Я по 7 месяцев, нафиг, если... Ну, в 19-м году я ездил, 12 лет назад на Москву, дорога была убитая. Кировская область, Нижегородская убитая. Сейчас я вот два раза ездил, отличную дорогу сделали, широкую. Да, отличную. До Казани сделали, вообще там 8 полос, или 4 полосы, точно не знаю. Не знаю, Алексей Беркевич, я тебе верю и не верю. Да, Новосибирскую дорогу сделали. А помнишь, как через Кубишев ездили? Плохая же была? Ты же ездил по той дороге, по Кубишевской? Ну, тут нет, когда осваивали, все это, там нет. Там сейчас нефти нет, вот так все уже нефть. Но я сейчас на днях был буквально там, в Сургуте, Нижневартос, где нефти дофига. Работает, все кипит. Это здесь маловато, через Иглы, маловато. А там очень много, в Сургуте очень богато. Чего тебе этого за не смотрит? А ездил, возил, я же в Новосибирску уже вожу, 15 лет товар. Попробуй ездить. Решил прокатиться, посмотреть города России, Сибирь, Сибирь, вот эти вот, северные. Мне очень понравилось. Влюбился реально, там жизнь кипит, понимаешь? Взять Новосибирск или Омск, нифига не кипит. Там кипит жизнь. Там очень много промышленных предприятий, связанных с нефтегазом, с переработкой. Вышки на каждом шагу, вышки, причем есть маленькие, есть огроменные. То есть, и как бы, знаешь, молодежи очень много, и зарплата там, ну, 150, 200, 300. Так, Алексей, батьки, знаешь, ты, говоришь, перехватил, там, говоришь, мою щебенку на Сергеевку, ага. Да. А ты куда ходил эту щебенку? Ну, кто тут дорогу возил, тут мало, смотри, как хочешь себе. По ловке? Ну, а то, кричишь, да, ну, ты кричишь. Сергеевки, ты что там делаешь? Там нечего делать. Ну, почему, там же, видишь, выезд, мы стремимся, еще что-то там, выезд на Мромцевский район. Ну, а там что там? На Омск. На дрова, на лес какой-нибудь. Ну, там спрос большой, например. Сейчас же у нас новый фермер зашел, получается, они же поля сеют, и коров разводят в Заливины, в Большеречи. В Большеречи? Да, да, в общем, уже они будут. Ну, я тоже что-то верю, не верю. Я думаю, все закончится, как это, сады Придонья. Смотри, я перебежу. А у нас, смотри, у него Кирешковый завод уже работает 7 лет. Ну, это вот. Спрос огромный. Я тоже думал. Я разговаривал с директором. Я думал, как-то заглохнет. С директором разговаривал, у них там что-то бригады 4 или 5 есть, а хотят еще 2. То есть, как бы спрос увеличивается, но жить негде пока бригадам. В Воскресенке негде жить. А имеешь в виду, Кирешки делать? Да, Кирешки делать. Да, Кирешки, то есть, спрос огромный, получается. Ну, ну, ну. Так что, нормально, он... Я думал, Кирешки, он заглохнет. Он же наш, он же не Стокановский, он же наш, он Стокановский городской, а этот же наш. Но все равно Кирешки как-то же делают. Виталий, у него все родня отсюда, с Воскресенкой, с Бакейки. Вот наш человек, он местный. И что, все нормально будет у него? Нормально. Тем более, коров он сейчас завез мясо в Заливино. Они уже подрастают, черненькие такие, прикольненькие. Больчеречья он уже посеял, уже больше 1000 гектар посеял на пробу. Нынче? Да, уже. Планирует 10 тысяч он сеет. По годам. Да, так что все нормально будет. Ну, вот с Кирешками, я тоже думаю, он заглохнет. Нет, 7 лет он работает, официально 7 лет. Спрос огромный. Он в Восибирску возит, короче, в оптовые компании оптом. А те уже разводят по пивнушкам, по рынкам, по магазинчикам. Спрос огромный. И у нас цена дешевле, раз 10-15 наших кирешек воскресенских. И хлеб они сами выпекаются. С учетом доставки? Да, деревенский хлеб получается. Такие дела. Ну ладно, поеду. Ну давай. Срать тебя видел? А я думал, мне седство, предносится это самое кто-то. Я думал, мне знакомый какую-нибудь дорогу эту самую. Он проверил. Нет, думаю, пытается в ельничную проверить. Да, я прям доехал до самой крайней лужи и показал. Буду с властями, с Пешцовскими, с Новозибирскими решать, стараться. Ну, попробуй дать. Давай, тебе здоровье. Давай. Тебе сколько долбануло лет-то? Ну, как чаще. Мне уже пятый десяток. Мне всего два года. 66 лет. Ну, ну. Скоро и билетия у тебя будет через три года. Ну, дай бог живем мы с самым. Ну, молодой еще, красивый. Мне здоровье все равно что-то бывает. Да у нас уже не очень оно. Мне уже тоже 50 скоро будет. 50? Ну. Ну, дальше... Сашка у тебя работает, смотри, двигается. Молодец, сынок. Ну, дай бог, чтобы помаленьку развивалась Россия. Скорее бы победить нафиг этих уродов всех. Ну, ты надеешься? Ну, а как? Потом Сибирь будет развиваться все равно, по-любому. Перерастать будет Сибирь, я не знаю. Да, так говорят. Счастливо, давай. Давай, Сибирь. Ага. Хорошо. Но, знакомые все лица. Лен, у тебя пауты съели, ага? Да. Привычный. Вон еще там пила рама. Это сейчас пила пила рама. Васюхина, Та Славкина. А две рядышком, да? Нет, Васюхи вот тут, а у Славкина там. Ага, вот эти вот. А у Славкина там. Слушай, интервью взяли у человека, который сделал, помог дорогу на Огловку. В те годы еще, в Советске. Он писал, я знаю, что про все там инстанции. Сергей Станиславович Васюха. Он, кстати, был раньше директором школы, уважаемый человек. Уже много лет он принимательный. Мазерно съел. И бань сколько-то домов сделал людям. Вот так что. И сын Саша у него сейчас работает в сфере производства там домов, бань. Так, ну это вот как раз Морозова Вячеслава. Здесь, видите, у него контора, у него здесь техника. Вон, все работает, все кипит. В килораму он работает, вон он, килорам у него. Вон, ребята, работает. Есть только человек у него на СВО. Вон, видите, дома строит. Вон, как-то трактор грузит. Вон уже КАМАЗ приехал загружать готовый дом. Повезет куда-нибудь в город. Так что бизнес идет. Осталось только дороги нам сделать. Еще на Омску области, на Томску и на Ханты-Мансийске. И все нормально будет. И глава здесь хорошая, сельсовета. И дома качественные. Где тоже степит какой-то. Теплый дом, дышащий. Вон, по заказу, вон банька готовая. Осталось только крыша и пол. Ох, на двери. Когда речка-то какой-нибудь купается здесь? Там центре, говорят, купаются. И все позакинуло все травой. Ага. Никто ничего не костит, не пашет, да? Мы раньше пахали. Ну, раньше сами все делали. Вот речка популярная. С таким вот крутым названием. Хорошее название? Такого нигде больше нет. В России. Вот мостик такой маломальский. Вот она речка эта. Красота. Природа. Обалденно. Ребятишки вообще не купаются, да, получается? Ага. Там одно место есть, интересно. Купаются. Ага. Это школа такая большая, да? Вот эта речка тоже будет? Тайтас. Тайтас. Это уже две речки здесь у вас, да? Тайтаси, получается, купаются, да? Не. Ну и он там. Там еще проходит, да? А мост еще высокий такой. Вот Каштовка, Орловка. Вот до Каштовка 51 км. Ладно. Всем мира, здоровья, пока. Вот в Орловке. Опять заехал к Шепчину. Он занимается цветочками. Вот у него какая красота с женой. Они тут живут. О, это малева мои любимые. Еще не расцвели они, а у Сибирской уже расцвели. Вот такая улица в Орловке. Вот такие цветочки. Рябинка. Красота. Орловочка. Вот я приехал, забежал на минутку. Красотень. Так, ну там еще вот огромный склад. Ну не склад, в смысле, это загон. Слава, по-моему, здесь у него эти, хони что ли. Здесь вот у Серегина получается, пилорама там хорошая такая вот. С вами видим крышу. Работа у него ребята. Молодцы. Вот такой домик, классный, с Орловкой. Люди живут тоже, наши клиенты. Сейчас маленько еще проедемся. Покажу вам выезд. Такой домик. Ролка пластиковая. Тайтасская улица 12. Так, вот дом, новый дом построен. У нас тоже фермер Никиевский. А вот там Слава Морозу строит монтажные высовки. У них ледер даже какой-то свой есть. Осталось строить, да. Себе построил, работникам построил уже давно. Уже 5-10 лет назад. У них какой-то мостик еще вот. Мост капитальный построил уже не так что давно. Ну, лет, наверное, 15, что ли. Или 20. Пусть стоит нас. А, там увидели, у них столики такие. Речка. Ух ты, классно. Все, давайте вкуснемся туда. Посмотрим, что там творится. Так, где вот здесь можно, наверное, пройти мне. Ага, вот здесь что-то есть такое. Пароход какой-то. Погуляем с вами. Какую красоту пропустить. Там столик стоит. Чуро-чуро, это так о змеи говорят. Ага, вот следует, что-то ребятнями дать на мальчике проезжали. Даже с буксом выезжали. Вчера был день Петра и Павла. С этого дня в России можно купаться. Я так купаюсь, как говорится, зимой и летом. Ну, вот такие правила ранешние были. Мостик. С досок. Вот такая трависка. У нас скоро уже покосы начнутся. Капитально у людей. Обычно 15 июля у меня день рождения. Начинают покосы. А для бога я тебя так говорю. О, мостик. Вот столик. Смотрите, как можно. Ну, шашлык-машлык. Лавочка. Классно. Как-нибудь можно посидеть. Здорово. Так, тут что у нас? Что-то у нас за заход. Прет решка, конечно. Ах, пулты кусают. Как пчелы. Так. Да, тут негде слезть и вообще искупаться. Ах, проваливается. Да, жалко. Никак не занырнуть здесь вообще. О, мощь какая прет. С болота. Блестит. Красота. Так, а тут мы дойдем, наверное, интересно. До мостика. Ага. Дошли с вами. Ох. Эх ты. Трудно залезть. Ноги сырые сейчас. А сейчас здесь обойду. О. О, классно, митико место нашли. Сейчас даже воду попробуем. О, ого, ого. Смотрите. Тенечек нашли. Прямо до съелки уже. Дай. О, вот там он уже стоит, смотрите. О, помоемся жару. Водичка такая вся. Вкусняшка. Класс. Смотрите, какая мощь. Блин, ну как искупаться охота? Где бы искупаться? Такой волшебной реке искупаться. Это же вообще. Блин, обладаемый пляж здесь вот облагоруетим. О, вот так. О, вот так. Вода чистейшая просто, в Суганску баллу там никаких деревень нет, ничего получается. Чисто, смотрите, куда. Круто. Вот такой каменистый. Здорово. Суперсто. Короче, хочу до центра доехать. Посмотри, что там за речка, может я все-таки искупаюсь? Так охота вообще, сколько лет мечтают. Сейчас свернем сюда с вами. Ах, коты кусают. Сегодня субботний день как раз, мы работаем. Мы сгрузили мебель, Чекушкин привез их. Детский кровать, там диван, комод большой. Спасибо за покупку им. Вот как люди здесь скосили все. Траву. Такие дома, вот такие. В центральной улице вот такой домик. Такой домик, видите, все. Фермеры строили с ребятами, с жителями местами. Трудолюбивый народ. Это старинный домик. Вот Слава построит. Забор нового красивого у него уже появляется. Вот видите, как печать. Такой дом. Окна такие коричневые. Красиво. Вот здесь какая-то. Магазин он строит сразу. Там вот улица Шадринина, березовая. Здесь вот Кидиевская база. Только Рагуза реки. Вот сами не живут здесь с женой. Вадим Ильич. Это старенький их домик. Так вот магазин называется Бамка. Зарос. Вот там мостик. Такой дом, вот такой дом. Остановочка, видите, как красивая. С бетоном. Пацаны гоняют на мотиках. Ага. Это у меня купили мотик. Наверное. Ага. Девчонки тут знакомые. Мой клиент. Почта Россия. У Шеклова. Это что-нибудь на здании с цветочками. О, какие цветочки красивые. Медпункт. Похоже. Медпункт. Что, девчонки на рекупация ходили. Так, сюда как-то что-то я привозил, помню. Дом какой интересный. Такой сосновик. Медпункт. А, здесь щебетку насыпали. Смотри, как здорово. Ага. Ага. Вот это речка. А вот здесь живут народ. Дрова складывает. Вот мостик. Вот он, мостик такой интересный. Старинный. Угу. 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 Здрасте. Развернем здесь. Сейчас здесь прогуляемся. Немножко с вами самочанцы гуляет Орловская. Вот здесь как скосили все. Смотрим мостик, посмотрим. Здравствуйте. Смотрите, а здесь купаются у вас? Нигде? Да ё-моё. Ни одного пляжа, только такие речки красивые. Пойду мостик ваш поснимаю, покажу. Это где он там? С этой с вашей стороны или с той? Ну-ну. У вас дом такой красивый, цветочки. Тоже коровы гуляют у вас свободненько, да? Газонокосилки. Ну, мало коров, да? О, пройдём по мостику. Опасный. О, старинный, смотрите, мохом покрылся. Или мхом, как правильно говорить. Мхом, наверное. О, мощная речка. Да, тут пьяным опасно идти. Ну, хорошо, хоть перила есть, а так можно туда нырнуть. Смотрите, какая ширина. Всегда плывёшь. О, вот и перешли на эту улицу. Прикольно. Здоровский фильм Алексей снимает, да? Про простую деревенскую жизнь. Про родину. Про родину. О, там ещё мостик есть. Вдалеке. Ага, ну, вот они комбайны фермеров. Морозов, Маслодуда. Занимается выращиванием зерновых очень много. Молодцы. Орловка поэтому живёт. Маленько народ работает. Видите, дома обшиваются, крыши меняются. Вон два дома тоже обшитые. Вот. О, корова идёт ко мне через мостик. Давайте не будем её пугать. О, смотрите, какая деловая. А вот так в Орловке ходят коровы по мосту. Обучены специально. Такая крапивка. Айда, не бойся. Тр-тр-тр-тр-тр. Не бойся, не бойся. Ладно, отойдём, пока не будем её пугать. Погуляюсь вдоль речки. Ух ты, смотрите. Давайте понюхаем в своём месте. Такую красоту. Наверное, тысячелистник, да? Помните, мы в детстве собирали. Ммм, обалденный запах. Вот. Так, а вот что такое за дорожка? Корову натоптали. Или люди купаются. Сюда ходят. Ну, видите. Да, коровы, видите, здесь. Водов приходят пить. Следы ихние. Ну-ка, а здесь что у нас? Так бы найти твёрдое место, где зайти искупаться. Ведь вода ещё была плохо. Даже наводнение было в Орловке. Всё затоплены были эти улицы. Здесь, видите, ещё пока. И зайдёшь-менько. Каша-малаша. Зайти, может зайдёшь, потом не выйдешь. Здесь, видите, маленько подсохло, где я иду. Вон, газелька моя стоит. Так, что там карготано. Смотрим, вот так. Так, ещё поближе смотрим. Ещё вот так поближе. О! Ценный кадр, ребята. Видите? Ушами машет от паутов. Вот, видите, куда я подъехал. Здесь вот домик. Где девушка-красавица дрова складывает. Наша русская сельская. Это газелька. Так охота искупаться. Это, знаете, вообще. Блин, никак не подойти. Везю-ка. Видите, сколько у меня радости нюхаешься. Цветочки. И корову с вами посмотрели. Ольга Манишкина, привет. Тебе от коровы вот этой. Вон она. Такая же, как твоя, только эта умеет ходить по мосту. Специально обученная. Ну, дайте сообщение, нигде не зайти. Жалко. Красотень. Так, теперь корову у меня препятствие. Надо сказать на той детской красавице, чтобы её прогнала. Чтобы она прошла здесь. Потом уже я. Там тоже домик обшитый. Лепота. Я попросил девушку прогнать её. По мосту. Чтобы мне пройти. А то она будет разворачиваться и ещё упадёт с моста. Не хочет идти, ей здесь нравится. Наверное, свежий воздух. Целый фильм у нас получился. О, людей, смотри, сколько здесь грядок. Красота. О, свекла. Чесночок. Лучок. Батун. Вон там всякие ещё насаждения. Такой домик. Трудолюбивый хозяева. Всё, прошла корова. Вон там. Перешла на другой берег. Тут трава вкуснее, наверное. о как кайфует смотрите вот спасибо морда белая коричневая корова вкусно пахнут когда идут вечером домой с молоком классика больше дальше пошла сейчас мы шипить пойдет и вот он там ремонтирует конечно вот видите доска отвалится и туда можно лететь там живота супер путешествие сегодня в орловке деревне жара таком виде под и прям так хорошо это вот круто таки маленько проехала стоял здесь разделся такой лавочку нашел гляньки знаковый звук они с трудом будет зайти кому провалюсь попробуем все равно вязкая буду спасать меня как корову глубина пошла я беру из-за травы короче сада глубоко леска что ныряем или что маленько полоснусь потом как-нибудь выскорбимся наверное здесь а может нет только я запутался тайтас или это уль он там кстати вытекает что плывем с вами да гляньте сразу глубина пошла нормально что ныряем супер смотрите какое место нашел купание волшебное в орловке водичка вообще смотрите просто райская вообще болотится на дне там какие-то коряги там что-то короче цепляется ну не важно правда я деревенским не пофигу охладимся маленько я повесил футболку там сушится вон тот мостик кстати смотрите вот он это домик которому я поднимался ну сюда залезем поднимемся или нет это вопрос ну ладно пока мы купаемся с вами что поплаваем маленько не полезла труба вдруг коряги фиг знает неизведанно здесь маленько поплаваю вот это берега тут подплываем опять может там какая проволока еще валяется кто знает вот два парня просто какие-то смотрели на меня купаться не стали вот такое здание где-нибудь старинный какой-то кочегаркой там это труба вода утекает течение идет здесь такие еще воронки кружатся ну короче я купаюсь лучше чем на Черном море смотрите вода вообще такая и теплая и прохладенькая сейчас болот течет как бы такие ивы вот она из-за них все течет бабочки когда-нибудь летают какие-то такие интересные стрекозы это вообще орловские короче что здесь уже южная тайга это уже не куштовка здесь совсем другая природа них там очень много уже красного леса и листвяка в куштовке вообще листвяка нету полетим горлышко промоемся там лето на дворе июль сегодня какой-то 13 июля что ли супер смотрите деревне купаться ну кто орловский давно не был на родине хоть со мной покупаетесь да тайтас наверняка это да или уй и кто знает и запутался уже в наших речках на сергеевке тара и еще речка гернатечка тасса всегда высыхает летом уже сейчас надо пересохло почти а у вас вон такие мощные как-то расширена что здесь в этом месте а там уже по луже здесь как быть и ломут попробуем вылазить я даже попью вкуснейше лечебное просто так все если с вами буду лазить чтоб поняли как это непросто так и такой маленькая ступенька есть ну это как глина конечно ил точнее все нормально вылез вон ноги так здесь такой потверже с утра уберемся ноги конечно будут грязновато но фиг с ним ой я так не трогу туда поступай ну почти чистые ноги вот видите купался и тому вот мутит так что здесь надо сделать вам какой-то заход ребята орловские ну вот сергей сергеевич глава сделай пожалуйста ну вот или фермер ребята кто или вместе футболка сохнет видите вот сахнет ладно ребята кто на СОО орловцы я за вас помолюсь вот святой водой такой окропился живите долго счастливы скорее возвращайтесь с победы чтобы не царапины все живы и здоровы возвращайтесь скорее к Славке на работу он вас ждет к своим семьям к своим детям мира добра всем привет с орловки так ну что покажу вам выезд ладно школа кто-то не учился много сотни в памяти ветеранам словно сантанатам вот такое здание старинное не знаю что здесь есть вон пекарь это написано вон купил свежего хочу вас пока прокатить еще по той улице по Березовой вон это здание большое пока он фермер рестажер хорошо Владимир Ильича сын занимается тоже лесом А, вот здесь надо проезжать по этой улице, на березовую точку. Сейчас все вернем, он стал строить капитально, скоро достроит, приеду чай пить. Живет во Влокке, никуда не уезжает, вот какой домина. Огород потом распашно засеет, что-нибудь посадит, вон туалет там у него уже красивый. А мы ему подарим саженцы в яблоке, вижень, дай бог, что получится. Постараемся, он дома как красиво смотрится в зеркало, в отряд когда что-то строится. Лавочка, вот эта улица березовая. Здесь тоже мои клиенты живут, постоянные. Тоже, что с ребенка в принципе можно проехать в любую погоду. Хорошо по Орловке, по дорогам. Не везде сделали, но много где сделали. Все-таки речка это была Тайтас. Теперь я понял, как Люня объяснила, что она там ушла, вот далеко. И окна открыты, и дома так хорошо. Потерочки. Ну все, славим крайний домик. Я выезжаю на трассу Крыштовка Орловка Вот такая дорожка классная Зимой и летом здесь хорошая дорога в принципе И улучшается с каждым годом Здесь Черновка сделали, где Гавриловка сделали за последние 4 года Здесь асфальт Есть местами не очень, там и ямы такие, кочки Но все равно градируют Сегодня градира вот шли Суббота, работают градира Где-то на встречу-то скоро мне попадутся, наверное А пропаля еще дорога Еще раз всем пока Ну тут такая дорога не очень, как раз вот градира идут На Орлок там Почные дизеля Сейчас вырыли, мне дорожку сейчас поеду О, сразу ровник ведь стало Семеночку подняли В принципе, дорога до Орловки 55 километров Стало до оценки 4 твердого Все назад пройдут, еще лучше выровнят Местами дорога такая, местами есть еще лучше Все снимать не буду, конечно Фильм получше, очень длинный Не так, подразделенный Ну вот я еду на этот цветочек, нюхаю его Ловный момент Класс Мне, господин, и красиво Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok